Легкоатлетический турнир на призы Надежды Ткаченко – традиционное соревнование для Донецка. Турнир проводится уже более 30 лет. Надежда Ткаченко в свое время была не только олимпийской чемпионкой. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, как обладательница уникального рекорда в Пятиборье. После Московской Олимпиады регламент был изменен, и побить этот рекорд уже не удастся никому. Турнир в Донецке – юношеский. Он позволяет попробовать силы в соревнованиях молодым спортсменам. Соревнования – это областного масштаба, участвуют команды детских спортивных школ городов и районов области. Возраст 95-й год рождения и моложе – это юноши, юношеские соревнования. Единственное, что в многоборье, в юниорском возрасте мы тоже добавляем участие многоборцев, юниоров. Главные призы, естественно, разыгрываются в многоборье, в котором Надя выступала и была олимпийской чемпионкой, мировой рекордсменкой. И, конечно, в ее видах, где она достигала очень высоких результатов – это прыжок в длину, барьерный бег, это толкание ядра. Это такие виды, в которых она была даже чемпионкой Советского Союза. Поскольку соревнования проводятся на призы Надежды Ткаченко, основными в них являются те виды, в которых она когда-то участвовала. Петиборье, бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра. Эти состязания, по сути, открывают сезон для легкоатлетов. И в этом их значимость. Это мы после некоторого перерыва начинаем зимний сезон. И поскольку у нас украинские соревнования пойдут только в январе месяц, эти у нас соревнования являются проверочными, подготовительными к чемпионатам Украины у юноши. В этом году в Донецк приехало более 300 участников из городов и районов Донецкой области. Большая часть из них представляют детско-юношеские спортивные школы, которые готовят смену нынешним чемпионам и рекордсменам. Они, конечно, дают возможность нам посмотреть на наши резервы, посмотреть на нашу молодежь. Как они подготовлены, что они из себя представляют как будущие спортсмены. Ну и, конечно же, прежде всего это их участие. А в подобных соревнованиях принимают участие сотни наших юношей и девушек. Вот сегодня участвует более 300 человек на этих соревнованиях. И такие же соревнования проводятся на призы Валерия Подложного, Нины Зюсковой, братьев Бубки, вот сегодня Надежда Таченко. Все вместе это дает нам право, говорит о том, что молодежь, мы стараемся приобщать так, чтобы молодежь стремилась быть похожей на наших олимпийцев. И более того, практически все наши олимпийцы, которые на Пекинской олимпиаде участвовали и сейчас на Лондонской олимпиаде, они прошли через эти турниры. В этом году соревнования приобрели особый смысл, ведь они проводятся в преддверии юношеского чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Донецке в следующем году. Многие из нынешних участников турнира надеются попасть на чемпионат. Все перспективы, наши все мечты и надежды связаны с 2013 годом. Как вы знаете, у нас будет чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей. Это именно год 1996 и моложе будут выступать. И понятно, что каждый из этих спортсменов, которые сегодня выступают, надеется попасть в сборную команды Украины и выступать на этом престижном форуме, тем более у себя дома. Впрочем, прежде чем добраться до чемпионата, надо еще победить во многих соревнованиях. А для этого юным спортсменам приходится постоянно и много тренироваться. Впрочем, это их не смущает. По два часа в день, по пять тренировок в неделю. Не мешает это? Нет. Учего это? Я в училище Олимпийского резерва учусь, поэтому не мешает. Там специально все для этого сделано, чтобы тренировались. Вполне естественно, что большинство участников и победителей турнира мечтает о больших победах и в более значительных соревнованиях. На Олимпиаде, естественно, только тут все спортсмены. Этот же турнир многие рассматривают как тренировку и пробу сил. Для больших побед нужен опыт участия в соревнованиях. Каждый заказывает себе начальную высоту и по мере поднятия планки все-таки техника чуть-чуть у них начинает ломаться. Потому что стабильности еще, динамического стереотипа у них еще нет. Как говорится, недоведено до автоматизма. При этом и тренеры, и организаторы соревнований признают, что главным сдерживающим фактором развития легкой атлетики в Донецкой области является отсутствие достаточного количества спортивных баз. Отсутствие базы спортивной. Я думаю, что не секрет, что в наших городах и районах на сегодняшний день практически отсутствуют беговые дорожки. Это элементарно, что нужно для легкой атлетики. Это беговые дорожки. Их на сегодняшний день практически, кроме Донецка, ни в одном городе нет настоящих беговых дорожек. Надо сказать, что у нас в метании в последние годы неплохие результаты только потому, что в Горловке сделали хороший сектор для метателей. И, естественно, появились хорошие спортсмены и участники Олимпийских игр. Это говорит о том, что мы зависимы от результата, вернее, зависимы в легкой атлетике от базы спортивной. И если у нас в городах и районах появятся хорошие беговые дорожки, то у нас появятся и прыгуны, и бегуны, и достаточно много будет, так сказать, высококлассных спортсменов. Отчасти решить эту проблему поможет проведение юношеского чемпионата мира. Так что тренеры надеются на хорошее будущее легкой атлетики Донбасса. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.